Давайте мы с вами подумаем о том, с каким базовым чувством мы постоянно живем, находимся в чем, о чем думаем, о чем переживаем, и из-за чего у нас происходят конфликты внутриличностные, межличностные, и то, из-за чего мы теряем силу в таком чувстве бессилия, безысходности, почему мы заходим в ту тему, когда мы говорим, что у меня нет сил и в работе, и дома, и везде. И когда мы говорим, я понимаю, что я выгораю, и встает такой острый вопрос, я выгораю, почему? Почему меня все злят, бесят, почему у меня нет сил, и почему я конфликтую и с собой, и с окружающими, и дома? И каждый человек приходит к осознанию того, когда он начинает глубоко думать и мыслить, что нужен какой-то смысл жизни, я его потерял, или я его не нашел. Здорово было бы, если мы такие родились в роддоме, и нам дали полный список наших функций, что мы должны сделать в этом мире, с чем мы пришли, какие у нас способности, что мы умеем. Иногда родители за нас решают и посылают нас в музыкальную школу, либо на танцы, а мы понимаем, что это не наше, и мы не своим путем идем, живем не своими идеями. И человек — это единственное существо в мире, который стремится к тому, чтобы осознать и найти, и прямо искать и не сдаваться, найти свой путь, в плане найти свой смысл. И когда только я начинаю переживать, плакать, и у меня отчаяние, переживание, чувство такой апатии, надо просто в этот момент вспомнить, а зачем я, а зачем я живу, а для чего, а что я еще должен сделать, и какой смысл в том, что я делаю. Это такая, с одной стороны, вроде такой поверхностная, а с другой стороны, она такая самая глубокая, самое глубокое в моей жизни, о чем я задумываюсь как человек, какой смысл в моей жизни. Вот парень у меня сейчас на консультацию ходит, у него разлука с девочкой, и он не понимает смысла в жизни вообще, если нет рядом человека. Оказывается, не потому, что она его любила или он ее любил, а потому что он давал ей чувство радости, и от этого получал сам удовольствие. Часто же у нас такое бывает, такое опостушение, грусть, тоска. У нас какое-то печальное отношение вообще ко всему. Потом раз, кому-то сделали хорошее что-то, доброе, кому-то помогли, кому-то уступили дорогу, кому-то просто так случайно пошли, жизнь спасли в чем-то. И думаешь, и себе такой плюсик ставишь. Фу, я молодец. Вот он смысл жизни. У каждого, конечно, он разный. У кого-то смысл жизни помогать, спасать. У кого-то смысл жизни любовь, творение, рисование. У каждого свой смысл в жизни. Кто к чему идет, кто что в себе раскрыл, что в себе нашел. И тогда это дает силы и возможность реализовать все, что у тебя там есть. Мы гоним от себя мысли о том, что жизнь-то конечна. Как бы об этом не принято думать. Да, дети, подростки, они тоже об этом не думают. Для них это вот что есть, что нету. Для некоторых. Некоторые уже очень рано начинают думать, зачем я, что я должен сделать. Но это уже такие слишком талантливые дети, которые рождаются с высоким уровнем эмоционального интеллекта, развивают его в смысле. И IQ высокое и так далее. Представьте себе на момент, если мы бы жили вечно. Да, вот вечно. Мы бы никогда бы не умирали. И наша жизнь не была бы конечным результатом, что все равно мы когда-то, рано или поздно, у кого-то свой путь. Вот это вот как поезд едет, и у каждого своя станция. И когда я приезжаю на свою станцию, я думаю, с чем я приду туда? Кто меня там будет встречать? Те люди, которые по жизни помогали мне, или я им помогал, или дружил, или какой-то след оставил. Или я приду на ту станцию, а там все такие обиженные, грустные. Все те, кого я когда-то обидел, наплевательски относился. В семье, дома и так далее. И на работе, и дома, и просто в социуме. И если задуматься, то все конфликты, которые происходят, они и в социуме, и дома, и на работе. Это от того, что я забываю о том, что у меня есть смысл. То есть я его найти не могу. Или потерялся. А когда тебе начинают говорить, вот ты молодец, ты вот в этом плане, ты вот тут мне сделал такое хорошее. И ты понимаешь, о, так вот это мой смысл, нести добро, поддержку давать, радоваться. Это как даже про одного клоуна кто-то рассказывал недавно. И когда он к доктору пришел и говорит, вот у меня уже такая депрессия, мне так грустно, мне так плохо. А он ему говорит, давайте я вам дам билет к одному клоуну. Вот вы к нему сходите, будете радоваться, и у вас жизнь поменяется. Он такой позитивный, он такой радостный, он такой, он так глубоко шутит. Это вот прямо вот зрит в корень. А он говорит, доктор, так этот клоун я. Вот я могу шутить, я могу играть. А прихожу домой, и у меня так вот маска снимается, грусть наступает. А он говорит, так вы забываете о том, какую вы миссию несете, как вы добро людям даете. Вы забываете, и вы не цените себя, и не цените тот путь. Ведь не важно, к какой цели вы придете, хотя мы ставим цели, и важно сам путь, реализация этого пути. Идешь, делаешь, а так, если будешь ждать конечного результата, то ты можешь его и просто не дождаться. И когда мы совершаем ошибки, я тоже анализирую, ну вообще люди анализируют, да, умные здравомыслящие. Почему к этому меня привело? А накануне не выспалась, потому что спать – это сон, это самое главное, сон, отдых. Вот, чтобы как-то собираться, потому что иногда человек идет на автопилоте, работает, что-то делает, и потом опять злится, обращается к специалистам за помощью, что что-то делаю не так. Да ты просто выспись, отдохни, порисуй, попиши, и ты увидишь свою миссию, и поймешь свой смысл. И поэтому иди, и ищи сам, чувствуй, как это называется, искать и не сдаваться. Искать истинное призвание, назначение и развивать всесторонние свои способности и внести личный вклад в историю, в прогресс общества. Смысл человеческой жизни нельзя понять и объяснить, если замыкаться в одной узкой сфере этических категорий, потому что смысл выявляется только практической деятельностью. Когда вот я что-то делаю, человек формирует свой внутренний мир, такой собственный, определяющий, в котором становится осмыслением его понятия общечеловеческих ценностей. То есть человек осознает, что он в этом мире все равно для общества. И нет уже такого смысла у человека «все для себя», «ради себя», «все мне», «мне». У него же, когда он насытится всем-всем-всем, он понимает, что надо и вовне отдавать. Не зря же говорят, если ты счастлив, счастьем поделись с другим. У нас, когда мы приходим в ресторан, у каждой вилки свое предназначение. Эта вилка для этого, эта вилка для этого, для рыбы, для мяса. Мы понимаем, что если мы возьмем эту вилку, нам будет удобно. И также у человека, у каждого, я не сравниваю человека с вилкой, я просто говорю, что у каждого вот этот это несет, вот этот человек это несет. И надо искать самостоятельно не то, куда тебя родители отправили в детстве, как они это видят, а то, что ты чувствуешь сам, и что ты понимаешь, и где ты находишь выход тем своим способностям, творческому потенциалу, от чего тебе становится хорошо, просто тебе хорошо, тебе радостно, тебе обратную связь дают, и люди благодарят. И даже в самые трудные времена ты умеешь находить позитив, радоваться, похвалить кого-то, поблагодарить кого-то, тех, кто рядом. И уже тебе становится тоже от этого хорошо, потому что ты внес какой-то маленький свой вклад в нотку доброты, теплоты, радости, поддержки другому. И от этого тебе хорошо. Каждому человеку, который около вас, бывают моменты, когда ему нужна ваша поддержка, ваше тепло, ваша какая-то даже защита в чем-то. И даже если ты с этим человеком где-то был не согласен, он был неправ по отношению к тебе, где он там когда-то накосячил, что ты сделал грубое в твой адрес, а ты перешагни в плане каком, не через гордость, не через какие-то свои амбиции, а перешагни через эту обиду, а гордость-то при тебе останется, стержень, любовь. Потому что тот, кто дает, он, как правило, дает такое доброе начало, да, дает. Он выше, взрослее, и значит, он выше его, он вырос, он уже на пути как раз к самоактуализации, а мы все к этому идем. У нас путь к самоактуализации, он самый главный, самый первый, самый важный. Ну, если человек не может идти на пути к самоактуализации, да, вот эту вершину поймать, суть, для чего я это делаю, он будет цепляться за всякую мелочь и тормозить, останавливаться и цепляться, конфликтовать, ругаться или просто печалиться. Ну, одним словом, тормозит процесс. Почему? Потому что у него базовые потребности не удовлетворены. Надо сесть, подумать, какая базовая потребность у меня на данный момент не удовлетворена. Биологически и физиологически удовлетворены. Чувства принадлежности удовлетворены. Я принадлежу семье, я принадлежу маме, папе, бабушке, дедушке, ребенку. У меня есть принадлежность. Следующая ступенька. Чувства в социуме, чувства значимости и признания, может быть, у меня не удовлетворены. Тогда я должен как дать это себе признание, чтобы пойти на пути к самоактуализации? Это вершина, такая вот айсберга, куда вот я иду. Все эти я базовые потребности пошагово удовлетворяю. Смотрю, что мне не хватает. И понимаю, если мне не хватает внимания, я иду и получаю. Если мне не хватает признания, я иду и прошу. Вот это и называется переступить, перейти на лесенку. И подниматься духовно-нравственно. Особенно в то время, когда вокруг происходят события, которые либо ты не можешь изменить, либо страшные какие-нибудь события, сложные, трудные. В этот момент еще больше надо включать у себя даже юмор, чтобы уметь расслабить обстановку вокруг тебя. У нас в каждом классе, например, да вообще в каждом коллективе всегда есть человек, который как клоун, а это самый главный человек. Потому что при каждом дворце, если вы помните, да, были клоуны, были артисты, были люди, которые могли рассмешить и не думали в этот момент, что они кажутся дурачками. Вот таким, это наоборот самые высокоинтеллектуальные люди, которые могут с юмором подойти к любой проблеме. Им за это ничего не будет, потому что на них смотрят, как немножко на неадекватных. А они спасают мир своей улыбкой, добротой, непосредственностью. Таким вот, а что там у них глубоко в душе творится, мало кто знает. Сейчас, кстати, вот действительно родители, большая часть родителей, они такие толерантные, гибкие. И говорят, ну если у него не идёт, пускай он будет так. Я тут, конечно, хотела бы родителям всем сказать, что касается детей. Пускай каждый ребёнок ищет свой путь. Если ему что-то не нравится и у него не получается, не надо его заставлять, пускай он делает то, что ему нравится. Потому что всегда это приводит к более плачевным результатам, чем к более положительным. Потому что делать из-под палки что-то тоже не есть хорошо для ребёнка. Надо успевать творить добро на всей земле. Творить, искать, не сдаваться и верить в себя. Как только пропадает вера, вспоминать, смотреть, искать. А может быть даже спросить у кого-то. Я тебе чем-то могу быть полезен? Я могу тебе что-то доброе сделать? Или просто я тебе нужен в чём-то? Ты скажи, я принесу пользу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!